Начинать свой бизнес должно быть легко, а рисковать и ошибаться не страшно, говорил Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам развития малого и среднего бизнеса весной этого года. Развитие этого сектора президент назвал одним из ключевых условий обновления экономики страны. Малые и средние компании в силу их мобильности и гибкости могут быстро занимать востребованные рыночные ниши, формировать новые точки экономического роста, способствовать эффективному повышению экономики, ее эффективности, решению проблем занятости. О том, что на этот наиболее мобильный сектор в нынешней экономической ситуации возлагают большие надежды, говорили и на международном инвестиционном форуме, который прошел в Сочи в конце сентября. В прошлом году «Большая двадцатка» в Брисбене установила амбициозную задачу повысить темпы мировой экономики на 2% по сравнению с существующей траекторией, а сейчас средние мировые темпы как раз 3-4%, то, стало быть, если вдруг другие страны выполнят эту задачу, то нам надо не 3-4, а 4-5 хотя бы процентов в год, чтобы удерживать свою долю. И действительно, на малый и средний бизнес тут ложится особая нагрузка, поскольку по многим оценкам, и даже не оценкам, а по факту во многих странах мы видим, что малый бизнес обладает целым рядом конкурентных преимуществ по сравнению с крупными компаниями, высокая адаптивность, гибкость. Иными словами, сейчас важно принять все меры, чтобы развитию малого и среднего предпринимательства ничего не мешало, а занятие бизнесом стало привлекательным, доступным и престижным. На данное время в нашей республике действует около 50 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а для них предусмотрено несколько видов государственной поддержки. У нас в Чувашии с 2009 года принята программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой программе у нас предусмотрены абсолютно различные формы господдержки. Это правовая, конституционная, организационная, ну и, конечно, финансовая поддержка. Что касается нашей финансовой поддержки, которая оказывается МинЭКом, Минэкономразвития Чувашии, то здесь в основном у нас, если раньше у нас акцент был на поддержку вновь создающихся предпринимателей и организаций, то последние два года у нас акцент смещен в сторону модернизации производства, обновления производственных фондов. Финансовую поддержку Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашии оказывает по следующим направлениям. Возмещение затрат на приобретение оборудования и заключение договора лизинга оборудования. Прецедентам, которые прошли отбор, возместят 50% затрат, но не более 15 миллионов рублей. Третье направление – возмещение затрат на участие в выставочно-ярмарочных и конгрессионных мероприятиях. Последней формой поддержки уже несколько лет пользуется одна из чебоксарских компаний по пошиву женской одежды. Мы уже шестой год участвуем на этих международных выставках. Каждый год мы представляем свои модели и весной ездим с моделями «Весна-лето». Осенью мы участвуем в коллекциях, ездим с коллекциями «Это осень-зима». На выставках мы представляем новые модели, показываем то, что мы готовим целых полгода. Людям нравится, что на выставках они могут сравнить много разных фирм и выбрать именно ту фирму, которая им понравится. Чтобы участвовать в выставках, предприниматель арендует нужное ему количество площади. Две трети этих и других затрат государство готово компенсировать, но не более 300 тысяч рублей. Следующая форма финансовой поддержки – микрофинансирование на льготных условиях. Этим занимается агентство по поддержке малого бизнеса. Мы занимаемся финансированием на развитие бизнеса. Мы предоставляем микрозаймы со ставкой от 13% годовых со сроком до 5 лет. Микрозаймы направляются на развитие бизнеса. Это могут быть вложения в оборотные средства, вложения в основные средства. За 9 месяцев текущего года мы предоставили более 440 займов на сумму более 240 миллионов рублей. Средняя сумма микрозаймов – порядка 550 тысяч рублей. Благодаря подобному микрозайму агентства по поддержке малого бизнеса, сокращенно АПМБ, чебоксарская компания, которая занимается производством блоков питания, приобрела камеру порошковой окраски и печь. Теперь корпуса для блоков питания они производят самостоятельно, закупают только заготовки. Это экономит предприятию 150 тысяч рублей в месяц. Для небольшого предприятия со штатом в 30 человек сумма весьма убедительная. Несмотря на то, что в основном электротехнический кластер город Чебоксар занимается, будем говорить, на энергетику, на ВПК, где-то на автоматизацию, мы будем говорить, что одно из немногих предприятий, которые занимаются именно для широкого потребления. То есть в основном это у нас блоки питания на 12, на 24 вольта, которые применяются во многих случаях, в том числе для систем видеонаблюдения, для питания светодиодных лент, для, скажем, хоть для ноутбуков, хоть для зарядки аккумуляторов любого уровня, то есть сотовых телефонов и так далее. С АПМБ мы работаем ежегодно в продолжении, вот по памяти, может быть, уже лет 7. Ежегодно мы берем у них кредит в размере 1-2 миллионов под залог имеющегося оборудования в основном. И это нам ежегодно дает определенный рывок в развитии предприятия. Мы благодаря этим кредитам наращиваем свои оборотные средства на время, которые позволяют сразу увеличить выручку предприятия. И самое главное, этот кредит, он очень благоприятен тем, что процентные ставки небольшие, то есть с банками работаем, мы не можем получить такие процентные ставки. В случае, если предприятию нужен кредит побольше, чем может предоставить агентство по поддержке малого бизнеса, в залог банку ему оставить нечего, то есть попросту не хватает залоговых средств, выход все же есть. В 2009 году Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чуваши учредило гарантийный фонд. Работа фонда довольно-таки проста. Заемщик непосредственно обращается в один из банков-партнеров, предоставляет весь необходимый пакет документов. В случае нехватки залогового обеспечения возможно обращение с заявкой на поручительство фонда. Заявку мы рассматриваем довольно-таки быстро, в среднем где-то занимает 3 дня рабочих. В случае принятия положительного решения подписывается трехсторонний договор поручительства, после чего заемщик непосредственно получает кредитные ресурсы необходимые. Есть ряд определенных требований по самому обязательству, то есть кредит должен быть от 1 года в сумме от 1 миллиона рублей. Максимальная мера ответственности фонда 50%. Но в настоящий момент у нас подписано соглашение с Федеральной корпорацией развития малого и среднего предпринимательства, так называемого агентства кредитных гарантий. И по совместной с ними сделке возможно увеличение до 70%. Максимальный срок поручительства 5 лет. Для сельхозпроизводителей 8 лет. Это направление предпринимательства вообще считается приоритетным. В этом же списке строительства, обрабатывающая промышленность, оказание бытовых услуг населению, развитие народно-художественных промыслов. Прочие условия, а также требования к претендентам на тот или иной вид господдержки есть на сайте «Малый и средний бизнес». Перейти на него можно с официального сайта Министерства экономического развития, промышленности и торговли «Чувашия». Справа на сайте расположен специальный баннер «Финансовая поддержка». По каждой из пяти форм поддержки там представлен набор необходимых документов, возможный размер субсидий и условия получения. Специалисты говорят, для господдержки малого и среднего предпринимательства средства выделяют из республиканской казны. Поэтому и требования к претендентам серьезные. Впрочем, для тех, кто ищет возможность развивать свое дело, вполне выполнимы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова